И всем привет, ребят, с вами StarValky, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового обновления, которое совсем скоро выйдет у нас на основные сервера. Это связано с контейнерами, с ключами и с их шансами. Буквально недавно у меня вышел видеоролик с шансами из красного свечения. Ну и на сегодняшний момент времени есть возможность рассмотреть все контейнеры. Посмотреть все абсолютно шансы и даже пощупать самому, пооткрывать контейнеры и посмотреть, как все это дело работает. Если вам нравятся подобные видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте, если на тему личный так, так темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и запланировайте форму, которая есть в описании. Что же касаемо тестового сервера, то я сюда уже, ребяточки, зашел. Сейчас приобрету небольшое количество контейнеров, так как у нас, мне сказали, что магазин открыт и можно в нем закупиться и прощупать все эти шансы. Загрузка, конечно, здесь работает крайне-крайне долго, но то, что я уже здесь увидел, выглядело очень и очень интересно. Так, только я не могу понять, что за прикол. Меня в магазинчик что-то не загружает. Что-то багануло, лагануло. Не дай бог этот сервер сейчас не заработает. Это будет максимально обидно. Сейчас я обновлюсь и продолжим. Так, по-быстрому я обновился. Вроде как все заработало. Так, покупаем сразу же контейнеры, которые тут есть. Сразу же быстренько скупал. Не так часто у нас, кстати, на тестовом сервере работают здесь магазин и возможность покупки. Так, обычные контейнеры купить нельзя, к сожалению. Глубочайшему сожалению обычные контейнеры купить нельзя. Я бы еще хотел обычные купить и посмотреть, как это дело работает. Но ладно. Начнем с каждого контейнера. Посмотрим на шансы. Здесь у нас с обычного контейнера по 3% шансы на дропчик. Такие же самые сохраняются на вот эти получения пушек. Они повышенные, нежели просто дроп. И это в принципе и так понятно. А вот здесь, кстати, в белом свечении больше шанс изначально стоит на кристаллы. Дальше. Здесь у нас также шансы в синем свечении продолжаются на работу с как раз таки корпусами и пушками. Ну и на краски, на устройство. На устройство, кстати, шанс больше, чем на краски. Да. Здесь стоит. И это можно тоже видеть. Что касаемо фиолетового свечения, смотрим. Здесь также самый шанс сначала на корпуса и пушки. На кристаллы. Большой шанс на кристаллы. На краски супер маленький шанс. И на устройство шанс больше. Опачки. И шанс на получение эпического ключа тоже большой. Да. То есть шанс на получение эпического ключа такой же, даже больше, чем на кристаллы. То есть с фиолетового свечения самый большой шанс это выбить эпический ключ. То есть ультра контейнер. В золотом свечении самый маленький шанс это на краски На танкойны тоже маленький шанс На, получается, кристаллы в 4 раза больше шанс Так, а шанс на устройство Шанс на устройство меньше, чем шанс на краску Интересные такие, запоминательные всякие вот такие вот цифры Которых я, если честно, раньше не знал Но плюс-минус, да, плюс-минус чувствовал то, какой шанс А, нет, кстати, на устройство больше, да? А, да, на устройство больше, чем на краску Хотя краски дропают бывает даже чаще, чем устройство Тоже такой интересный момент И на устройство шанс у нас больше, чем на танкойны Да, больше, чем на танкойны А на танкойны шанс якобы больше, чем на краске Но не знаю, насколько это работает так Так, мне кажется, как будто на танкоина здесь самый маленький должен быть шанс. Так, ну и красного свечения в обычных контейнерах нету. В недельных. В недельных. А, недельные не открываются почему-то. А, ключи отсутствуют. И не дает мне возможность их пощупать. Так, эпические ключи. Эпические ключи у нас тоже богануло у нас все. Все у нас... А, вот, разбогало. Так, эпические ключи. Шанс на выпадение устройств. Так, ну давайте начнем с маленьких свечений сначала. Так, здесь одинаковый шанс на все. Здесь у нас повышенный шанс в синем на кристаллы. На аптечки еще больше, чем на кристаллы в два раза. На краски. На краски на все... Самый маленький шанс. На устройства. Больший шанс, чем на краски, но меньше, чем на аптечки и кристаллы. Но шансы такие. Интересные, интересные. Так, дальше. Фиолетовое свечение. Самый большой шанс тоже, опять же, на кристаллы. Краски маленький. Маленький шанс. И на устройство у нас больший шанс. Больший шанс на устройство. Так, здесь в золотом. В ультраконтейнерах, в золотом. О, кстати, а где здесь... А где здесь скин-ключ? А, скин-ключ там. Все, понял. Так, опять у меня что-то багануло. Так, ну давайте посмотрим тогда сейчас скин-ключи. Кто-то лагает этот тестовый сервер. Может, его хотят сейчас закрыть, пока я видос записываю в нем. Так, скин на смоки. То есть, на скины, на все шанс одинаковый. Самый маленький шанс, очевидно, на получение... А, так подождите, это скин-контейнер. Это скин-конт же, правильно? Это же не ультраконтейнеры. Это же скин-конты. Экзочистический предмет. Скин, смоки. По идее, это скин-конт уже. Шансы дропа скин-конта, потому что здесь не может быть 700 танкоинов. И здесь на них самый маленький шанс. То есть, очевидно, сначала тебе должен дропнуть какой-то из скинов, а потом только будут танкоинчики. Так, а... Поганулись у меня эти конты. Вот сейчас должно работать. Так, золотое свечение. Золотое свечение с шансом одинаковым. На все краски устройств. Устройство больше, чем краски. А вот того самого ключа эпического здесь почему-то шанса нет. Орех, походу, его еще не добавил, либо забыл добавить. На него процента нет. Но процент, я думаю, что там супер маленький. И, кстати, на кристаллы у нас опять самый большой процент на кристаллы в золотом свечении. Поэтому, как говорится, ни для кого теперь не секрет, как это дело работает. Можно просто посмотреть, прощупать все эти шансы, да, и понять, как это все дело на самом деле работает, да. Насколько вообще по дропу у тебя по итогу маленький процентный шанс выбить какие-то устройства, где завышены проценты именно на получение кристаллов и на получение дроповых припасов, нежели получение какого-то ценного предмета, да. И сейчас все эти шансы вы можете сами видеть, вы можете сами подумать, посчитать, сколько вам надо открыть, там, например, ну, в теории, да. В теории, сколько вам нужно открыть, чтобы получить тот или иной предмет. Ну, и если вы, например, его получаете, вы также сможете посмотреть, насколько вы по итогу везучий или не везучий, да. То есть, например, с маленьким процентным шансом вы выбиваете там супер дроп, либо, например, с большим шансом вы этот дроп не выбиваете, да. То есть, теперь вы все это дело сможете смотреть. Ну, и я надеюсь, надеюсь очень сильно, что эти шансы будут крутиться в зависимости от ивентов. То есть, например, на каком-то ивенте шанс будет больше выбить какой-то предмет, а на другом ивенте будет на другой предмет больше шанс выбить, да. То есть, чтобы это как-то взаимосвязано было и в этом был тоже какой-то дополнительный интерес. Иначе просто видеть цифры это, конечно, круто, да, но на какой черт мне видеть эти шансы, да, если они не будут меняться. Поэтому очень хотелось бы видеть, чтобы они бы еще бы менялись и в зависимости от ивента можно было бы прощупать там тот или иной предмет с повышенным шансом, да. И тогда был бы как раз-таки стимул копить большее количество контейнеров и уже в зависимости от этого шанса стараться выбивать для себя какие-то новые определенные предметы. О, кстати, вот наконец-то открылись ультраконтейнеры с шансом дропа. С шансом дропа и вот здесь шанс дропа у нас самый маленький. Самый маленький шанс дропа это на скин ключ. Он в 10 раз меньше, чем на кризис броник и устройство и в 4 получается раза меньше, чем кристаллы. Как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Хотели бы видеть в ближайшее время это обновление на основных серверах. Будет ли это работать грамотно и четко. Пишите все свои мысли. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравился подобного рода контент. Также не забывайте подписываться на канал и участвовать в розыгрыше по тегу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok